Танки Далее я советую вам ознакомиться со всеми частями рубрики «Как побеждать и повышать КПД», чтобы эффективность этого видео возросла в разы. Анотация на плейлист со всеми частями будет у вас на экране, ровно как и ссылка в описании. После того, как вы посмотрели необходимые видео, о которых я говорил, мы можем приступить. Так что поехали! Любителей песка я огорчу сразу, так как здесь не будет танков ниже шестого уровня. А начнем мы с самой нагибучей ПТ шестого уровня – Хелкет. У нее есть замечательная подвижность, отличное орудие с бешеным пробоем голды, хороший обзор и маска – орудие, которое может спасти вас от снарядов с пробитием ниже 170. Однако в остальном Хелкет – дикий картон. Данное ПТ пробивается даже фугасами орудий средних калибров, поэтому бойтесь артиллерии и фугасных дрынов КВ-2. В общем, у вас есть потрясающая маскировка, неплохой обзор и отличное орудие, но нет брони. Поэтому данное ПТ научит вас оценивать ситуацию, не лезть на рожом и стрелять только после полной уверенности не быть засвеченным. Дальше идет ИС-6, который на голде превращается в машину для убийств. Имея льготный уровень боев, неплохую броню и отличный разовый урон, он научит вас танковать бортом и искать обходные пути к противнику, так как обзор у него всего 350 метров, и вы рискуете быть засвеченным и убитым еще до того, как доедете противнику в лоб. Также вы научитесь на нем прорвать направление взводом. Следующий у нас КВ-1С. Именно с него я бы советовал начинать малоопытным игрокам, так как он прощает ошибки. У него есть волшебный вертухан. Он достаточно подвижен и имеет небольшую броню, которая может спасти вас в нужный момент. Самое мощное у него это орудие с Альфой в 390, которое нигилирует всех на 6 уровне. Но сильно я не советую на нем останавливаться, так как если вы хотите обучаться дальше, следует пробовать и другие машины. Также отлично подойдет для поднятия скилла, ну а скилл в свою очередь позволит быстрее повышать статку, французский тяжелый премиумный танк 8 уровня ФЦМ-50Т. Он имеет огромный силуэт, слабую броню, что намекает на его склонность быть засвеченным с дальних расстояний и риск быть слитым от первого попадания арты. Но он имеет отличный обзор, точное и ДПМное орудие и отличную подвижность. Он научит вас играть от обзора на сарайных танках, играть на второй линии и отлично помогать со взводным. Танк очень сложен в обращении, поэтому переходите к нему тогда, когда почувствуете, что вы готовы. Затем у нас идет Т-57 Хэви. Ведь пока его не занерфили, он имеет лучший барабан среди тяжей 10 уровня и отлично может выдать 1600 единиц урона. Он способен великолепно разбирать танки противника, он научит вас грамотно разменять свое ХП, выбирать момент для перезрядки барабана и помогать команде работать по фокусу. И напоследок, если вы хотите повысить свой средний урон, то вам подойдут практически любые ПТ 10 уровня. Руки они выпрямляют не очень эффективно, но циферок добавят. Однако, если вы хотите серьезно выпрямить себе руки, играйте на подвижных СТ. Вы получите навыки помощи сокомадникам. Будете чаще смотреть на миникарту, выбирать отличный момент для прорыва какого-либо направления и избегать лобовых столкновений. Все это колоссально повлияет на ваш уровень игры. На этом все. Лучшая благодарность автору это подписка на канал и лайк под видео. Также вы можете оставить комментарий, мнение. Напоминаю, что вы также можете принять участие в розыгрыше символического 100 золота. Для этого нужно поставить лайк и оставить комментарий, в конце которого вы укажете свой игровой ник. А я вам желаю удачи в боях и незамедлительного роста статистики. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok